На Луне будет создана мощная служба Земли. Может быть на этих вот скалах вырастут инженерные сооружения. Красивые, что-нибудь в этом роде. Десятки радиоантенн, телескопов, чувствительных приборов будут нацелены на нашу планету. Со стороны многое виднее. Еще бы. Лунная метеостанция избавит землян от превратности и погоды. Все полушарие Земли будет видно на экране какого-нибудь огромного кинескопа. Дежурные синоптики, нажав кнопку лифта, без труда перенесутся в любой район планеты. На Земле радиосвязь между континентами очень неустойчива. Она наверняка уступит место лазерной связи через Луну. И окажется, что далекая Луна сблизит наши земные континенты. Солидную базу получит глобальное телевидение. Конечно, трансляция через Луну будет дешевле и качественнее, чем с помощью спутников и радиорелейных линий. Значит, и здесь Луна теснее свяжет людей. Они лучше поймут друг друга. А это гелиосектор. Здесь будут непрерывно наблюдать за Солнцем. Фиксировать все процессы на его поверхности. Это позволит составлять долгосрочные прогнозы солнечной деятельности. И давать радиационные предупреждения космонавтам, которые находятся в пути. А знаете, друзья, что, на мой взгляд, самое ценное на Луне? Что? Пустота. Это верно. Особенно для астрономов. Конечно, мутная атмосфера не будет заслонять от нас космос. В погоне за лучшим обзором вознесется к небу станция по изучению космических лучей. А где-нибудь рядом, в огромном кратере, расположится радиотелескоп небывалой мощности. Он будет способен ловить сигналы далеких цивилизаций. Самых далеких. Наверное, будет сооружена и какая-нибудь остроумная ловушка для космических пылинок. Мощные инструменты будут следить за соседними галактиками. Луна, между прочим, нанесет подлинную революцию в область оптических телескопов. Пониженный вес. Это позволит намного увеличить размеры инструмента. Правильно. Но главное, ни пыли, ни туч, ни дрожащих струек воздуха. Оптика позволит применять увеличение в сотни тысяч раз. Сейчас ученые используют телевизионную технику. Наблюдатель будет какой-нибудь сверхчеловек, страшно серьезный. А по-моему, наоборот. Вот такой смешной лохматый паренек. Но по уши влюбленный в астрономию. И виртуозно владеющий инструментом. Конечно. Каждую минуту он будет совершать мировые открытия. Что он видит сейчас? Наверное, на экране появился Марс. Молодой гений открывает на нем жизнь. Разумную жизнь. Он видит марсианский город. И по шоссе в шикарной машине учится Айвилита. Познание Вселенной ускорится и средствами космонавтики. Еще бы! Ее возможности бы у меня возрастут. Пониженный вес облегчит отрыв. А отсутствие атмосферы позволит разгоняться горизонтально. Дешевую электроэнергию дадут солнечные батареи. Наступит время, когда научные городки покроют Луну густой сетью. Их свяжет удобный транспорт, работающий все на той же электроэнергией. С полюсов по трубам придет в населенные пункты вода. Человек разведет зелень в оранжереях среди мертвых скал. Это даст людям витаминную пищу. Сырье для химии. Витамины, сырье. На Луне вам подарят цветы. Широким фронтом поведет человек благоустройство дикой планеты. Своего рабочего места. Своего нового дома. По-видимому, возникнет особая архитектура лунных сооружений. Их будем строить мы, инженеры. В содружестве с художниками лунные города должны быть прекрасными. Люди разных профессий будут бороться за право жить и работать в них. Еще бы. Именно здесь, покоряя космос, человек сильнее ощутит силу своего разума. И, наверное, лучше осознает свою истинную роль во Вселенной. Человек станет на Луне крепко. Конечно. И, вы знаете, мне кажется, наступит такой день, когда по улицам этого города застеменят ножки ребенка. Первый человек, родившийся в этом суровом мире. Родившийся для новых подвигов. Никогда не видевший Земли. Вот он. С него начнется новое поколение людей. Жителей Солнечной системы. Сколько впереди нового. Сколько нас ждет интересной работы. Сколько мы увидим прекрасного. Будет ли все это? Будет. Будет так, как говорил Великой Циолковский. Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а потом завоюет в себе все околосолнечное пространство. Счастливого тебе пути, человек.